Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости Анапа-Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Праздник братского народа. День независимости Греции отметили большим концертом в селе Витязево. Лучшие в профессии. Муниципальный этап краевого конкурса определил, кто из анапчан поборется за звание «Учитель года Кубани-2017». Кто на ГТО? Анапчане на деле показали, как готовы к труду и обороне. Взгляд из-за кулисья. Жизнь театральных студий Анапы – специфика отрасли и зрителя. Глава НАПы провёл очередной приём граждан по личным вопросам. Как показывает практика, наиболее остро стоят вопросы, касающиеся земельных и имущественных споров. Просьбой помочь получить технические условия на водоснабжение к главе курорта обратилась Евгения Казьминых. Руководитель водоканала объясняет, в районе, где живёт заявительница, требуется замена водовода. Это работа в числе плановых. В этой ситуации нужен индивидуальный подход, считает Сергей Павлович. Женщина воспитывает ребёнка-инвалида, и это обстоятельство нельзя не принимать во внимание. Кто-нибудь просчитал, сколько необходимо средств, сколько людей вообще нуждаются сегодня в получении технических условий, а в натуре вообще воды в этом ДНТ? Кто-нибудь посчитал из вас, нет? Нет, не считали. Ну а почему? У нас есть отказы все. В 2018 году у нас работает инвестиционная программа. И в 2018 году мы будем выдавать людям техусловие за тариф на подключение. Значит, давайте, у человека есть исключительный случай, да? Я понял. Будем считать его исключением, потому что не дай Бог нам оказаться в такой ситуации. Согласен. Поэтому, если ты согласен, поэтому бери человека и решайте вопросы. Жилой дом или гостиница на приёме у главы участники соседского спора. Возведённое ими в 2003 году строение стало предметом раздора жильцов дома на Пионерском проспекте 85. Вот это общий двор, общий земельный участок, на котором разделены земельные участки между жильцами многоквартирного дома. То есть у каждого жильца есть свой определённый выделенный земельный участок. Вот это вот земельный участок квартиры номер 6. Здесь квартиры номер 1-2. Посередине это общий земельный участок. То есть в таком состоянии у нас весь двор находится. И также остальные земельные участки. Да, мы у нас на своём земельном участке построили дом с разрешения главы администрации в 2003 году согласно постановлению главы администрации. То есть наш земельный участок мы облагоустроили. Заявители утверждают, требование снести жилое строение незаконно. Просим о содействии к регулированию спора нашего и выездить комиссионным непосредственно в этот двор, чтобы убедиться, в каком он состоянии находится. Второе обращение у нас разделить земельный участок на два отдельных. Это делает кадастровый инженер. Ну, то есть это же не наше разрешение администрации города. Ну, давайте так. Делить можно при наличии судового права без всякого разрешения. При наличии права. Я рассматриваю вопрос, второй вопрос услышал, о разделе земельного участка. Разрешить имущественный спор может только суд. Администрация изучит вопрос в рамках определенных законополномочий. Обращение Светланы Мычко касается устройства дочери в детский сад на полный день. Поручение главы рассмотреть такую возможность адресовано Управлению образования. В Анапе завершился муниципальный этап краевого конкурса «Учитель года Кубани-2017». За право стать лучшими боролись несколько десятков преподавателей анапских гимназий и общеобразовательных школ. В итоге в финал городского этапа вышли 8 конкурсантов. Но только трое из них получили путевку на краевой этап конкурса. В Анапе немало отличных педагогов, и каждый из них заслуживает звания лучшего. В зале самые грамотные, творческие, инициативные, те, кто внедряет передовой опыт в учебный процесс, делая его насыщенным и интересным. Есть цвет анапской педагогики на этой сцене. Вы самые лучшие, вы молодцы, вы победители, вы победили прежде всего себя, а потом уже в конкурсе. Удачи вам, успехов! И от имени президиума городского комитета профсоюзов я хочу объявить, что победители сегодняшних трех номинаций награждаются путевками базы отдыха «Рассвет». По итогам муниципального этапа конкурса победителем стали 8 педагогов. Награждение проходило в трех номинациях. Основная – учитель по основам православной культуры и учитель по кубановедению. В предмете православная культура лучшим педагогом стала Ольга Егорушкина-Беронцева из четвертой школы. Лучшим преподавателем по кубановедению жюри признала Анну Мазаеву из средней школы номер 16. Абсолютным победителем единогласно признали преподавателя русского языка и литературы Анастасию Колесникову из Эврики. Именно ей из рук победительницы прошлого года Ольге Решетниковой достался переходящий приз – статуэтка пеликана. Чтобы достичь этой победы, мне, конечно, пришлось преодолеть саму себя, приложить к этому очень много усилий, потому что много времени следует уделить подготовке к этому мероприятию. Поэтому, плюс совместить с основной работой, конечно же, мне помогали мои коллеги. Большое спасибо Управлению образования, Центру развития образования, Администрации нашей гимназии, всем моим коллегам за организацию проведения и поддержку. Спасибо большое. Лучшие анапские педагоги представят наш курорт на краевом этапе конкурса, который пройдет в апреле в городе Краснодаре. На минувших выходных греки всего мира отметили День независимости Греции. Это ежегодный праздник, призванный возрождать веру в силу и мощь народного единства. В Анапе проживает более пяти тысяч греков. По инициативе Национальной культурной и общественной организации греков города-курорта Анапа Гаргипия, в Доме культуры села Витязева состоялся большой праздничный концерт. Ярко, красочно и динамично. В этом году празднуется 196-я годовщина Дня независимости Греции. Поздравить жителей поселка прибыли не только творческие коллективы Витязевой Анапы, но и представители городской администрации. Прошедший 2016 год стал знаковым как для греческого общества, так и для всей Анапы. В 2016 в декабре большая делегация муниципального образования во главе с главой города-курорта Анапы Сергеем Павловичем Сергеевым посетили Грецию с дружественным визитом и заключили договор с городом Лариса о попротивстве. Греческое общество принимает активное участие в развитии курорта, тесно сотрудничает со всеми городскими структурами, а также с другими диаспорами и обществами. Все народы, проживающие здесь одной большой семьей, стремятся сделать свой дом лучше и уютней и, конечно, оказывают поддержку друг другу. Казаки готовы подставить плечо нашему братскому греческому народу в любой ситуации. Я хочу, чтобы это все всегда помнили. И в заключение хочу сказать слова, которые говорил наш атаман Александр Плотников на сцене городского театра, когда отмечалось 25-летие Анапского общества казачьего. Он сказал тогда, казаки и греки – братья навеки. Своими братьями греков считают и армяне. Они вместе отмечают праздники, помогают друг другу и в целом живут дружно. Председатель общественной организации Центр армянской национальной культуры имени Николая Испирьяна Эрсен Эйриан преподнес творческий подарок жителям села. Народный армянский танцевальный коллектив «Ахпюр» исполнил свой национальный танец. Завершился праздничный концерт необычным спектаклем. Народный греческий театр «Элефтерия» представил постановку «Сватовство». Причем актеры не только показали мастерскую игру, но и прекрасное владение греческим языком. Развитие дружеских отношений между Россией и Грецией продолжается. Уже совсем скоро с ответным визитом в наш курорт посетит греческая делегация города Попротима Лариса. Визит почетных гостей будет приурочен к открытию курортного сезона 2017 года. Более 200 анапчан пришли в эти выходные на театральную площадь, чтобы сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Сейчас в Краснодарском крае проходит фестиваль ГТО. Организаторы отмечают активность анапчана, а также достаточно высокие результаты. Бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание, проверка на гибкость – обязательные нормативы, которые должен сдать каждый участник. Затем дисциплины на выбор. Например, прыжки в длину с разбега или с места. Есть даже туристический поход. Организаторы говорят, что многие жители города-курорта выбирают плавание и стрельбу. Всего 11 возрастных ступеней. Самым младшим участникам – 6 лет. Активность очень высокая. Много желающих. Подходят даже те, кто не участвует, но в будущем собираются приступить к тестированию по нормативам ГТО. Они подходят, интересуются. Я не ожидала, что будет у нас выступать 10-11 ступень. Все-таки это возраст участников 70 лет и старше. Но они у нас пришли и показывают хорошие результаты. Меня это очень радует. Николаю 44 года. Он входит в 8-ю возрастную группу из 11-ти. В прошлом году золотые значки получили его сын и дочь. Теперь он решил попробовать сам. Считает, что выступил неплохо. Сам он тренер по шахматам. Говорит, что физическая форма для шахматиста – важная составляющая. Если идет турнир 4 часа, до 6 часов затягивается, он должен высидеть, не сгорбиться. Если физически не занимается, ни один спортсмен, можно сказать, не едет на Россию, он не проходит туда, потому что усидчивости не хватает. И вот это силы воли. Фактически, это победа над собой. Будет значок золотым, серебряным или бронзовым, зависит от количества испытаний и результатов. Организаторы отмечают неплохую спортивную форму анапчан. Самых активных поощрят специальными подарками. Молодежные активисты провели сразу несколько акций. Возле стела города воинской славы был выставлен пост номер один, а на Свято-Осиевской площади работали интерактивные площадки. Гуляющие в выходной день анапчане и гости города-курорта могли принять участие в веселых играх и состязаниях. Все желающие писали пожелания любимому городу и наносили аквагрим. От желающих наполнить день позитивом и яркими эмоциями не было отбоя. Подобные молодежные акции на курорте становятся традиционными, раскрашивая дни в преддверии сезона яркими красками. Сегодня Всемирный день театра. Анапа не только город фестивалей и кино, но и театра также. На курорте действует около 10 театральных студий, в том числе и в сельских округах. В таинственной закулисье некоторых из них заглянул наш корреспондент. Спорт я ненавижу так же, как школа. И пошла сюда, вышла. Или мы решаем, что мы пишем все вот так вот, и оно у нас идет. Дневник одной девочки. Так называется спектакль в студии Индиго. Героиня – талантливая юмная художница. Но обычные школьные предметы даются ей нелегко. В итоге родители отдают ее в художественные лицеи. Этот спектакль готовят к городскому фестивалю, который состоится этой весной. Мне кажется, что режиссер должен идти в ногу со временем. Он должен делать актуальные спектакли. И даже если он ставит классиков наших, Островских, Гоголя, все равно кого, он все равно должен искать сегодняшний мотив в этих спектаклях. Если все будет вот так, и мы не будем делать стандартные классические вещи без ориентира на сегодняшний день, ну, нас молодежь не будет понимать. В городе-курорте действует около 10 студий – учебных, любительских, молодежных, в том числе в станице Анапской, поселке Виноградное, а также в Витязево. Александр Ребец работает в театре с 70-х годов. Сегодня руководит детской студией «Пигмалион». Сейчас они готовят постановку про Тома Сойера сразу в двух возрастных группах. Он уверен, что в итоге это будут два разных спектакля. Прелесть театра в эксклюзивности. Ни одно другое искусство не может сделать сиюминутным рождение чуда на глазах у зрителей. Можно снимать фильм и выбрать из этого фильма самые лучшие дубли. Сделать из него фильм, который мы смотрим, с удовольствием много-много лет, предположим. А в театре актер сказал первую свою фразу. Второго дубля уже не будет. Спектр жанров от классики до авангарда. Василий Черепанов руководит молодежным театром «Зеркало». Недавно поставили комедию «Фарс» про дела амурные. И, можно сказать, в противовес спектакль по письмам Винсента Ван Гога о последних днях жизни художника. Дайте мне мои краски. Я должен дописать картину. Ох, красная! На спектакль «Зеркало» приглашают в основном через социальные сети. Активно откликается молодежь. Особенно студенты. Василий Черепанов считает, что у анапских театров достаточно большой потенциал. Среди 3-4 миллионов отдыхающих наверняка найдется 3-4 тысячи театралов. Люди, находясь на отдыхе, приезжая в другой город, они не совсем понимают, что тут происходит. Даже те, кто приезжает неоднократно. И практика показывает, что на многие представления, кроме театра, эта система работает. Люди, отдыхающие разных возрастов, едут в Анапу, там, с Пионерского проспекта. Они приезжают, они смотрят эти представления, они хотят на это идти, платить за это деньги, да и просто получить морально-эстетическое удовольствие. Поэтому, если для начала хотя бы развить именно рекламную, именно рекламную вот эту сферу. В перспективе у Анапы может появиться, по сути, еще одна изюминка. Пока же в студии защитили премьерные спектакли. Даже перед курортным сезоном у сезона театрального есть преимущество. Он открывается при любой погоде. И новости спорта. В Анапе соревновались лучшие юные бойцы киокусинка карате в Южном федеральном округе. Чемпионат прошел в спортивной школе Виктория. Организаторы отмечают, что анапская школа киокусинка и одна из лучших в России. В этом бою Даниилу Клеймену присудили техническую победу. Ему 13 лет. Восемь из них он занимается карате. Даниил выступает за пятую диско-юношескую спортивную школу. Говорит, что на тренировках бывает трудно, но ему нравится это боевое искусство. Немножко мандраж, боязнь. Перед тем, как надо выйти на бой, надо все обдумать. Что ты будешь делать, как двигаться, как бить. На чемпионате Даниил завоевал серебро. В соревнованиях приняли участие 48 анапчан. У нас в Анапе очень такая серьезная школа. Нас знают не только в России, нас знают далеко за рубежом. У нас международный бренд. Мы представляем лучших бойцов в Европе, на мире. Всего на первенстве состязались 300 спортсменов из 8 субъектов Южного федерального округа, включая Республику Крым. Город Курорта-Напа популярен тем, что в нем проводится масса мероприятий, как местного масштаба, на уровне города Курорта-Напа, согласно спортивному предъявлению. Но и привлекательный, прежде всего, всеми федерациями спорта. Это по всем практически видам спорта. За два дня разыграли 45 комплектов наград. Лучшие спортсмены будут представлять Южный федеральный округ на первенстве России, которое пройдет в Москве в конце апреля. Отбор прошли 25 анапчан. Далее – розыгрыш путевок в сборную страны для участия в чемпионатах Европы и мира. Также на этих выходных свое превосходство доказывали и боксеры-профессионалы из России, Европы и стран СНГ. В Анапе прошло шоу маститых боксеров-гладиаторы ринга. Мгер Чалян приехал из Новороссийска. Одержал победу в одном из поединков. Говорит, что бой был честным, хоть и тяжелым. Не все сделал. Получилось как было. Надо демонстрироваться. На ринге зрителям представили два титульных и семь рейтинговых поединков. В мае планируют провести бои в Ростове, а летом, возможно, снова в городе-курорте. Я думаю, что для зрителя, для Анапы, бои действительно зрелищные. Я по реакции людей смотрю, что им нравится. Для спортсменов, которые выступают на этом мероприятии, это следующий шаг к большому рингу, к мировому рингу. И в завершении выпуск информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. С удовольствием представляем вам еще одного партнера программы новостей. Медицинский центр «АНАПА Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До завтра. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «АНАПЭ». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. «АНАПА Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова